Кольцо третьей рабочей не поделили два Ниссана. Повреждения автомобилей не критичны, но разойтись по европротоколу водители не смогут. Кольцо третьей рабочей путает многих автолюбителей. Порой они начинают сомневаться в верности своих действий. На этом кольце такое случается со многими автомобилистами. Порой происходит это из-за самой банальной невнимательности, а иной раз столкновения здесь случаются из-за отсутствия должной подготовки у автолюбителей. В последнее время все чаще в такую ситуацию стали попадать гости приморской столицы, для которых подобное движение авто на дороге вызывает как минимум шок. Девушка на черном Ниссан Тиана держалась в общем потоке авто где-то в среднем ряду. Дама намеревалась попасть на кольцо, но неоднозначные маневры других автомобилистов и хаотичные движения сбили ее с толку. Она направила свое авто в сторону кольца, но совсем не учла того, что при движении по кольцу приоритет у тех автомобилистов, кто уже находится на нем. Решив не вникать в такие формальности, она просто рванула вперед, надеясь, что ее пропустят. Дама за рулем Ниссана – иностранка, и попросту могла не знать всех нюансов ПДД. В этот момент по кольцу шел Ниссан Сима. Но настойчивость водителя Симы ничуть не смутила хозяйку авто, и она рванула на рожон. Одним рывком дама на Тиане протаранила бампер с правой стороны Симы и таки оказалась на кольце. Испортив две машины, решительная автоледи все-таки добилась своего. А по повреждению машина получили довольно неплохо. Ходовые способности обоих японцев в порядке, но внешний вид восторга не вызывает. Удар черной Тиане пришелся на левую сторону. От плотного контакта с Симой у машины не выдержала задняя дверь и частично измялась. Бампер у авто отделался неглубокими царапинами и парочкой трещин. Повреждение Симы выглядит, конечно, внушительнее. По правой стороне у машины слетел помявшийся бампер и припал к земле. От разлетевшейся вдребезги фары остались лишь осколки на асфальте. С той же стороны авто лишилось крыла, теперь помятое и старапанное оно здесь уже не смотрится. Ведь участники аварии будут расходиться по ГИБДД. Еврика на ремонт помятой Симы, вероятно, всего не хватит. Такое авто считается достаточно дорого. Повреждение у машины вылетит в копеечку страховой компании виновницы аварии. А вот восстановление двери Тианы ляжет на плечи кошелек самой девушки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!